В областном центре подвели итоги конкурсов «Сыны полка» и «Слово о Великой Победе». Более 500 заявок со всего региона, из которых жюри выбрало 200 лучших работ. Школьники и студенты региона читали прозу и стихотворения великих классиков, писали рассказы, рисовали, снимали и монтировали видео. «Сыны полка и дети войны» — новая тема, еще неисследованная тема. В последующие годы можно проводить этот конкурс и искать, находить, осмысливать, осознавать. Конечно, это очень благодатная тема для воспитания патриотизма. Одна из самых интересных номинаций — исследовательские работы. Не просто люди пишут сочинения, а именно проводят какие-то свои исследования, изучают историю сынов полка, детей войны, каких-то родственников, которые, как оказалось, у детей входили в эту категорию. Работа Александры Мохаревой заняла первое место среди ребят 15-17 лет. Девочка рассказала о своем прадедушке Алексее. Там я написала про его, так скажем, жизнь, как он служил, он помогал военным. Он ушел на фронт в 13 лет. О нем мне рассказывала моя бабушка, мой дядя и моя мама. А вот шестилетняя Маша стала победительницей дважды. К сынам полка подготовила видеоролик о войне. А для конкурса «Слово о Великой Победе» — стихотворение о прадедушке, которое написала мама девочки. Он участвовал в Великой Отечественной войне. Он был пулеметчиком. Я им очень горжусь. Победители получили памятные дипломы, книги и настольные патриотические игры от издательского дома «Мир Белогория». А главное — узнали много нового о своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне.